Встреча с депутатами и жителями микрорайонов Встреча с депутатами и жителями микрорайонов По моему четвертому округу основная проблема это тротуар, который проходит от дома Ленинградской 36 между ДДТ Ровесник и домами Ленинградской 26, 24 и 22 мимо поликлиники, которая очень неудобна для людей с колясками, с больными детьми ходить в поликлинику. Это основная проблема. Дальше есть, конечно, дворовые проезды. Это 40 лет победы 2, 4, 6, 10, 12. Мусорная асфалка возле Ленинградской 26. Микрорайон Солнечный – один из самых больших микрорайонов города. Здесь проживают 10 тысяч избирателей, не считая детей. В районе одна школа, 4 садика и ДДЮТ. По словам депутата Верховного совета Александра Куршунова, одна из наболевших проблем микрорайона – движение общественного транспорта. Троллейбусная линия здесь не закольцована, что создает неудобства жителям микрорайона. Половина микрорайона не может воспользоваться электрическим общественным транспортом, то есть троллейбусом. Поэтому есть пожелание рассмотреть варианты обеспечения наших пожилых жителей электрическим общественным транспортом. Беспокоить жильцов Солнечного и Березовая роща – это, можно сказать, визитная карточка района. Но ее внешний вид далек от совершенства. Несмотря на то, что отдыхающих всегда в избытке, уход за территорией должным образом не осуществляется. Из года в год высыхают деревья, люди все-таки там отдыхают. Это, скажем так, сердце нашего БАМа. И, конечно, хотелось бы, чтобы оно было соответствующее и выглядело достойно. Кроме того, жители тигиновских домов часто жалуются, что очень часто после, особенно майских праздников, там все завалено мусором. Ну, конечно, это говорит о культуре наших людей, но опять же, там нет мусорок. У жителей улиц 40 лет Победы, Ленинградской и Мацнева проблемы схожие. Внутридомовые проезды, стихийные свалки, дороги, амброзия, парковки. Вот, например, улица Ленинградская. Дорога здесь существует условно. Ее уже давно смыло дождем. Люди проходят с тех домов, Ленинградская, 36, 38, 30, 32, 28, 24, 26, сюда в поликлинику и дальше они идут мимо детского дома, выходят на улицу спортивной. Проблема в чем? Раньше был хороший асфальтированный тротуар, было освещение, было все на данный момент, вы видите, в плачевном состоянии. Освещения нет, тротуара нет, люди идут в поликлинику с детскими колясками, с больными детьми и в любое время года, по непогоде, и поэтому здесь очень большая проблема. Жильцы района не остались в стороне, рассказывали о тех проблемах, которые их волнуют, подчеркивали, на что необходимо обратить особое внимание. Неожиданно было, конечно, так как у меня получился сегодня выходной, будем говорить, начнем с этого, ну вот мы вышли с детьми, я очень рада, конечно, что он второй раз, насколько я вот вижу, знаю, он пришел к нам во двор, он знает нашу проблему, мы с депутатами много раз разговаривали, просим все-таки убрать вот наш забор. Подобный выезд в микрорайон «Солнечный» не первый. На прошлой неделе состоялась встреча с жильцами домов номер 10, 12, 14, 18 по улице «40 лет победы». Вопрос экстренного характера уборка мусорокамер в многоэтажных домах. Изучив проблему, были даны следующие указания. Провести очистку, забетонировать основания и содержать в надлежащем состоянии мусоропроводы. Мы сегодня увидели, в каком состоянии находятся дворовые проезды, увидели территории, к сожалению, которые сегодня не закреплены ни за одним предприятием и не убираются по различным причинам. Обратили внимание на инфраструктурные вещи, это проход к озеру, который находится в парке «Дружба народов», по которому ходит весь микрорайон, но он находится в ужасном состоянии. Это существует и ряд множества других проблем, которые мы сегодня осветили. Эти все проблемы и сложные моменты мы будем обсуждать при планировании городских программ по благоустройству, по ремонту, по экологическим программам, по дорожным программам. Все поднятые жителями вопросы Роман Иванченко взял на контроль. Следующий район, который посетит комиссия уже на следующей неделе – Ленинский. Диана Федоренко, Иван Зелинский, Бендерское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова